Так, ну что, вторая серия катания зелкоба. Так, у нас, значит, миговочка есть. Интересно. Так, значит, зверь-машина. За отключением того, что не работают дворники, пока ничего не нашлось. Так, залезаем в кабину. И погнали. Нам надо прямо. Там уже почти доехали. Мы сейчас в Англии. В Великобритании. Ручник. Ну, с ручника снял и погнал. Даже газовать не надо. О, зверь-машина, говорю же. Че там указатели нам-то удычат? Да, едь по левой стороне. Хорошо, а где? А куда? По-моему, чуть правее надо. А че там другие советы? Я не дочитал. Че там еще было написано? Линкс. Фахрен. Теннис. Да, а, это на других языках просто, а это... Так, ну, значит, еще второй день. Второй день подряд. В три часа начинается этот игровой рабочий день. То есть, первый в три начался, и этот в три. То есть, до этого на пароме катился. Вот и докатился, так сказать. Ага, вот, да, налево, налево. Эх, англичане, хреново. Потихоньку пойдем, чтобы не это... А вот потом, главное, когда вернусь, будет писец... По правой стороне, неожиданно. Тут че хорошо, у меня 20 часов осталось до завершения выполнения заказа. Ехать... Ехать... Сейчас. О, а тут 48-мача скорость какая-то... Ну, да, ладно, ладно, логично. Пересчет, кстати, автоматом сработал. В миле. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Вот все очень непросто для меня. зеркало нет ни хрена блин мне это не нравится потому что я еще не было где она где она блин как так надо вывернуться чтобы посмотреть блин и сеть просто 30 дачу а это миль тут в горочку еще фуры конечно граммин сказать если так выглянуть сюда в окно заднее очень черта не видно там еще один кругляш кстати на сквозь него проехать прямо вот так на пони и не боись я так не могу как ты у тебя же искусственные интеллекта у меня настоящий елки-белки интернет с ней значит как-то это самое хроматит что ли давай 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 родной гриби гриби все да запас хода здесь конечно меньше там я фрайд лайнер за месяц до и не заметить запят нас не два раза заправлял это чё 80 километров в час сколько же умели тут на 8 км это хорошее обвинение поэтому я включу дальний свет чтобы видеть в кого я врежусь а блин там следующая развязка и помню такая неприятно не очень приятная мягко говоря по этой причине я тормаживаюсь предварительным торможением сбросил обороты я готовлюсь к лучшему я там застревал в самом начале когда я даже еще на пиротской версии играли недолго проиграл то есть один вечер а потом уже сразу купил потому что за хороший продукт никакого бабла не жалко так вы вроде-то зачем я выключил ну нужно включить и сейчас не выйти в правую сторону а правильно вот так вот вписаться еще заодно надо вот чё надо зеркало поставить нормальный эм... я так ли правда еще передача меня умела работать? фу 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 ну вот опять я ну что ты будешь делать сейчас еще не столько заставить заплатить посмотреть к ущербову нет так развернув терпеть не могу произвести вот все движут конечно прочесал не представляю как балбан простите я не из англии я не местные не это простительно должно быть блин так узкой непривычно это мандец просто больше двух рис чтобы глаза не уставали не буду гонять ну вот сейчас горочки вообще-то я не хочу я хочу потихоньку фига ся чешет так 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 хоть искусственного есть их вправо тянет еще запись кто-то обгонит ну что ж так и все меня обгоняют на этом не очень скоростно гонять на самом деле выключили уличное освещение это 97 ограничения да серьезно думаете не смогу нет не смогу черт вот там еще одна развеска я так понимаю мне туда блин такая же это просто я научился по правой стороне стягача это самое стягать фуру вот по левый не совсем привычно по правой тут чтоб есть нормально все кабинка убыть реалистично так как мне вот тормозим так мне мне кусал да так только прямо 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 а меня там ждут ну извините что я немножечко задержал коллеги думайте легко так вот где-то середину руля чё-то найти не могу с непривычки сделаю схеме 2 часа не поставит вообще где-то 40 40 80 неплохо не умею еще переводить англичан англичан уже не только язык переводить данные цифры тоже впрочем у американцев тоже ну радует то что я почти прибыл так здесь как-то сложно передачи так там изменения вот тут вот теперь 40 и какой коэффициент 50 да ну хрен определишь в уме особенно не видно ни черта ну ну вроде то что уже почти прибыл блин засветка такая еще ни хрена не видать вот теперь прибыл чё тут как-то стрёмно ну привет щас оборочков подкручу передачкой и понять надо понять надо надо понять куда мне надо направо налево налево даже хрен а а в время так что на же сказал стильного цветов кругляша налево то есть пору не включает так словами зацепился бордюса к заехал не чувствуешь в целом mercedes benz заехать надо заеду но у меня денег особо нет но просто чтобы открыть точку надо так как вы дали что ты ходишь блин в пол шестого утра правильно пропал я не упустили вон пропал а куда мы теперь что-то я тут как-то не все тут так дебильную а ну налево ничего нет начни на право а где тут право и аварик включу извини дружище мешаю да нормально мешают да я сам себе мешать тихо 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 проезжай вот кому повезло по встречке их вот он повезу у меня на дороге не было так как там ну вот теперь встречке не повезло ладно парковку я отрабатывать буду потом а вот сейчас действительно не повезло не повезет вообще-то тому где так хорошо ну вот я прибыльный так у меня ого вот это я заработал ну тут погнали дальше погнали дальше погнали дальше значит дальше кредит интересно кстати знать чё у нас с кредитом не погашены суда платежа им не погашено на погасить типа как он сам типа погасится нет они вы тут не погашено еще 394 то есть 6000 погасил один день прошел 6 тысяч один день и 70 ну в принципе я думаю убытка нет особого я думал все нормально может из-за колеса у меня таких тормозах хотя колеса шоссейны странно странно так 6 утра мне нужно что-то наканутина континент какой-нибудь на континент да ну первый рейс был вот второе в глазгу ну погнали так трактор диггер д 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 это что сейчас проще так сделать да тут у нас до открылся не смысле открылся я его проехал он не стал доступен тут еще 4 глаз будет что-то есть интересный как на что посмотрим состояние колеса ну нормально колеса трутся это хорошо я не чувствую страшно трансмиссия учет она не повреждена тоже требует ремонта людей наверно просто обслуживание и мойка 9 евро значит я вот чё думаю нужно врубить чинить вот я не знаю ну давай вот это поп нет четко т.т. country не као работает только не так громко чё-то там есть на фоне и ладно все равно слышно не будет но чтобы вы повесили подложка есть да и не говорите что мне плохое звуковое оформление так значит блин сейчас прямой перевозки глаз бы погнали до 2 2 рейс ну я первый рейс 2 по длиноте увеличивали так я буду посмотреть картон куда нужно добраться а тут в общем-то где-то рядом да то есть нужно выехать прямо вот да вот объехать и вот прямо рядом там где-то будет и тут конечно все так натыканом мелко противно даже смотри где вы не станции как отсюда выехать понятными задом наперед и потом выехать в этом он объехал где он вот этот забор вот объехать и туда погнали я думаю наручник вырублены люди дают окна ладно так отцепилась и ты значит по-моему я наручники шоу да и точно наручники даже неплохо тянет на сказать вот этому зеркалу есть второе совершенно не видно за этой блин бортом на которую дверь держится так встречка здесь нет особо есть елки-голки интересно задница конечно бахабно сделан блять ну правда бахабно задница сделана чуть-чуть цветной там что тут еще один кругляш надо включить хотя бы габариты а то и я в дальней не буду мне сейчас зачем кабины подсвечиваются во время езды это присоется ну в принципе да здесь угроза нет куда повернуть куда дальше где это предприятие в которое мне нужно направо да нет блин с движения левосторонние все предприятия по правому борту да направо сейчас скриньте мешаться в метод не знаю крупник вон там мой трактор не мой точная тут который мне плюс вести но тут че-то ага просто набор маммутов так ну ты че не из них вас в глазгу трактор диггер 500 возьмем там 35 минут через 35 минут уже задания не будет вот вот значит так нужно прибыть с ним в пол пятого да погнали так на самом деле чуть не очень хорошо видно как где у него зад где перед по моему вот а где сходнее это зад значит я делаю следующее так вот еще что хотел посмотреть чем там эти занимаются бездельники так ну чем я занимаюсь понятно да так это все еще отдыхает ты глянь и до сих пор отдыхает значит куда он везет из амстердама в диссидорф не так уж и далеко надо сказать он все еще отдыхает и через шесть часов ожидается груз ай-яй-яй прибыльная точка менее прибыльная ага не более прибыльная все сошетенькая моя пробега здесь десять тысяч так это вообще дешевка да афилипова насконече так ну прибыльная тысяча евро в день это действительно неплохо я прошел уже тысячу километров все еще отдыхает а что везет ничего не везет поражняком ну на франкфурте на майне взял заказ блин а он не мог что-нибудь блин взять блин я не знаю ну неплохо кстати неплохо этот пусть разносторонний вот этот наверное борется с рулевым управлением на фрот ванере не исключаю такой возможности я делаю то же самое так нужно сейчас развернуться и по хочу попробовать зацепиться с грузом визуально тут же есть огромное огромное просто смотровое окно сзади визуально вот здесь зацепить конечно можно то что согласовано понятно зеркало за него идет уже я вот не попало если бы было продвинутая симуляция то блин нет придется мне знаете что все таки с сильные промазал достаточно кстати вот приборка здесь снаружи правильно смотрится а зато смотрите какие красивые точки и бутафория для радиатора цепляемся так ну что здесь дорога 5 часов основка левиха через 7 то есть я думаю да нужно будет в этот трейс додел и можно будет не так сказать перерыв ну так компания бису бирс логистикс там поиск ну ладно не хранить добываться . 1 загнались внутрь и выезд вон там пахом на конечно сделано вот эта стенка смотрите здесь ребра жесткости сзади сзади видны а вот изнутри почему-то они видны как так они умудрились сделать местами не допиленная может новую версию выключить хоть и сильно сомневаюсь что она лучше чем там так после выезда мне налево это вообще по левой стороне что посмотрим она здесь нормально так так нужно конечно пить на бордюре не за их так надоело так там опять кругляш да что ж они любят эти кругляши но это тот же кругляш в котором я ехал уже третий раз что там блин все таки забрался на бордюр спустился спустился так так а вот тут мне кстати нужно будет этот кругляш пройти так есть там кто я не вижу на самом деле вот тут у меня этот кругляш нужно пройти по внутренней стороне и не въехать в того чувака и опять на бордюр не посадить посадил да нет не знаю так хотя бы поворотничек для приличия хотя бы так нужно грамотно работать с передачами потому что они как-то очень медленно переключаются тормозы здесь какие-то давить сильно долго красиво вот поэтому надо как-то поэффективнее работать но на самом деле я бы здесь разгоняться сильно так так вот похоже с этой стройки я трактор в глазгое везу так 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 понимаешь бляха муха черт вот тоже мне кузов повредил наверно нет странно я просто засмотрелся на зеркало включить аварийность и точек писец просто как надо оба наверное включить это реально писец все равно там не видно ничего за этот период за ребром от этом слева которую ни черта не видать хотя бы не помыть а это у них такие такая бешеная расцветка у кубов не думал и пижамок это придурок это ездит и от копы не будем нарушать это и так чуть-чуть ты пашечка не попал 80 ну вы даете ребятки 80 км ч а это даже не 80 они до 80 км ч навигатор пересчитывает выдает оборочек прибавим свет выключим так раз там кто-то кого-то надо пропустить все теперь не надо вот пропускает зеркалами для порядок удобней так нарушить не будем нарушить не будем но избавляйте на ту же потому что в два часа нужно опять прерваться на отдых классик такой в 14 так сейчас мне нужно вот этого чувака пропустить а самому мне просто прямо нет ну это съезд с развязкой ну вот тогда я не буду ничего вот так нормально что не хватает не хватает меня обогнать хватает только бы дождик не пошел но англичане же дождливые типа страна-то что-то я помню один раз попал сюда в такой адский туманище и это еще было когда я не умел включать фара дальний свет капец просто ехал тридцать комочек так тут у нас пошло какая тень самолета отгоняем пошли набрала вот так пор не выключаем здесь ограничений еще 80 то есть 60 миль в час это примерно на нашем 80 так как бы никто нет запас хода кстати мне 10 тысяч километров 2000 то есть раз в пять меньше чем у фрайт лайнера здесь резкий поворот направо налево красиво красивка и очень горочку красота я думаю это надо снять чисто на превью есть идея нет еще хуже да ну примерно такая да то есть со стороны вот так как-то вот так как-то вот так и на дальнее фокус на расстояние на ближнее не знаю как-то вот как-то вот так вот свет конечно нельзя включить нельзя я хочу еще чтобы было видно логотип зил вот это вот так вот и поле зрения поле зрения фокусная по сути да глубина резкость то есть чтобы на всю вообще не размывать ну почти вот так ну как ну конечно композиция отстой вот так позабавнее будет даже вот так хорошо более или менее сымаем все погнали погнали ехать как же зеркалами хорошо пусть они и такие игровые да и интегрированные но все равно хорошо так здесь чуть-чуть раскачиваемся горим с кстати я по-моему здесь ехал на здесь был такой туманище что вообще ни черта не видел тихо-тихо-сторожно я же это засматриваюсь на пейзаже так что давай не обгони жалко что башку вертеть нельзя особо а вот тут у нас такое есть кстати где-то между между вялсами и мордвиновым это в сасовском районе прям такая же горочка и на его на велике по ней адски просто подниматься и такое же поле деревьи тенек а там поле с одной стороны лезут на пригорке с другой стороны поле а вот тут похоже вообще на Россию походит на наш центральный угол только дороги какие-то извилистые они такие ровные зато гладкие без выбоин во как надо строить вот такие опасные повороты на въезде в горочку хрен разгонишься кстати вот этот зил 131 весьма популярен был среди военных и поэтому они все красились в большинстве если видишь такой изилук 131 значит он покрашен в такой же защитный цвет я пытался пытался такой же цвет подобрать вот 130 они цвета голубые с белым с белый отдел радиатора вот а 131 потемнее синий они они в основном военные пожарные до сих пор используются в Рязани есть один по моему пожарный такой изилук 131 то есть либо красный либо камуфляжный камуфляжный зеленый спинтарис кстати все такие камуфляжные зеленые вот 131 зилка он даже там голубенький что очень правиль такой обычный как раз и делали англию явно другой человек делал как по-другому графика построим растительность такая активная активная прям прям бувенная такая я что-то по-моему переборщил с тормозами и по-другому и это и 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 Странно, там знак был 80, потом что-то 50, а, нет, что-то я путал, наверное, да, 60, 80, а навигатор показывает все равно 80, то есть, видимо, для европейцев разницы нет. Ну, ладно. Тихо-тихо-тихо. О, наоборот запрещен, они пруют там за мной целая колонна, надо поднажать до 80, чтобы их особо не держать, хотя тут поворотик резкий. О, налево. Кстати, 9 утра уже. А, вон, разрешили обгон. А, ну тут, в принципе, альтернатив поворотов нет. Ну, с горочкой газовой днями. И так хорошо, или не страшно больше. Этот, вот, я-то тормоза нажму, но вообще, эта модель, она, как бы, тягач был, но он трехосный. Вот, а у меня двухвостник, то есть там хоть и тягач, но тягач точно нет для таких тракторов, поэтому я когда-то торможусь, меня толкает сзади сильно. Ха-ха-ха-ха-ха, не хватило? Ага. Вот. На самом деле, ретардером он научился пользоваться. Вот еще что заметил, пробег не отображается на спидометре. Может, взять и доделать эту модель, что критикую? Так, там сейчас какая-то это... Чё ты совсем уж потерял скорость, дай-ка ей. Он мне сейчас обгонит по стране с меньшей скоростью. Он чё? Того? Не надо. А вынешал вар-тейк новой. Вот. Сейчас я гляну температуру. Температура 77 градусов. Максимальная 78, хорошо. Впрочем, у меня зима до 80 доходило. Я надеюсь, команда ЕТС все-таки производит оптимизацию графики. Это здорово. ЕТС не на максималке, кстати. У меня клавиша зад включает дворники. Они, кстати, бесполезны совершенно не работают. Так, у меня пол бака остается. Кстати, немножко на заправочку сгонять. Возможно, я так и сделаю. Сгоняю на заправку. Потому что я буду брать длинный рейс. О, 97 ограничения. Вот, значит, буду брать длинный рейс. Поэтому сгоняю на заправку, я не... Если у меня... Я же не полный бак заправить буду. Так что я по-любому не продешевлю. Зато в Сочи, если я попаду на длинный участок без заправки, то... То... Хотя бы не останусь без дуплика. Там сейчас что-то какая-то жизнь. А я тормоза жму, а вообще ничего. Так, мне прямо по стрелочкам. Могу прямо. Всё, хорошо, нормально. к шарме к шарме нет не быть не диджеем чушь несу может лучше заткнуться черт только не это только не дождь только не дождь блин дворники я включу чистую ради формализма дальний свет поможет мне чувак 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 не надо не надо не надо на 400 лошадей и трактор но впрочем если как хочешь но важно давай обгоняй 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 а он подумал может что я правый уродник включу типа что давай обгоняй что-то у меня такое я думаю наверное не надо так гнать потому что дурник я не работаю не случайно мне очень приятно такая ситуация может получить что я вообще ничего не вижу другой это еще не сильный ливень обгоняй 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 не боись не будет отпинать так глаз был это с вон там топлив можно запрыть но потом потом девиз дипломника потом 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 все сделаю и ведь правда делают ведь за ночь перед защитой так отлично кстати надо в англии здесь сделать так называемый северо-западный филиал где-нибудь скандинавии планирую прикупить скандинавию северный филиал во франции западный где никого не из так глазков прямо развязка головы мистер куплю сделал восточный глин там в южной группе чуть в италии какой-то как филиал по три гаража на три машина места тормаживаемся тормаживаемся всем глаз был трудно не очень просто будет и так же чувак делал так дворник это же пипец страшно так счета но вообще модель неплохая над сказать хотя бы она есть зато спасибо и золка внешняя во всем случае вообще как шикарно так только я не поймал сейчас будет съезжать но на самом деле я пухаю куда мне съезжать вот сюда из-за того дождя значит штрафа руль то не за что добрые какие-то работают то что они чистят от друга просто тормози тормози дружи тормози дружи и от хотел сыграть что это начали музыкант Так, всё, аварийку включаем. Видать, коротнуло что-то. Но это я для реализма говорю, что коротнуло. По факту я нажал клавишу B. Это ключ у меня. Так, там сейчас поворотик ещё один. Право. Я вообще ни хрена не вижу на самом деле его сейчас. Так, погнали. Давай, давай. Можно притормозить чуток? Давай. Ну. Могло быть хуже. Сейчас я ещё со встречки уйду. Главное, так обидно с дворниками-то, блин. Он не фигачат, а я ничего не делаю. Вот сейчас я не фигачат. Страшно же так ехать. И всё удовольствие от дождя в ЕТС убирают. Хотя капли, конечно, да, потрясающие. Жрать охота. Жрать охота, правда. Надо бы пожрать. Нечего, некогда и не охота, собственно, с вами процессом заниматься. Ладно, всё, я затыкаюсь. Ничего, по-моему, всё равно сказать не могу, поэтому мы будем ехать в тишине. Странное. Странное видео там птичку. Как-то я ни разу не видел, чтобы особо много птичек летало под дождём. Как-то это... Подозрительно. О, солнышко показывается. Как я рад. Светительный свет можно вырубить. Давай, с разбега. С разбега. Есть. Ой. Здесь двойная сплошная. Я не думаю, что здесь хорошая идея гонить. И вот с настричкой выпрыгивать. Вот я и думаю, что лучше извилистая дорога, но гладкая, без выбоин. Либо с выбоинами, но... Ровная, ну, прямая в смысле. Так, сейчас начнём меня обгонять. А, ну, в принципе, мне разгонять не надо. Меня сейчас поворачивает направо. Оба навигатора мне говорят об этом же. Так, сейчас я... Чтобы не сцепиться. Лучше... А, э, за что? Это доход? Нет. Тысячу. Что-то за что-то списали. Чё-то я не понял. Э, может, отсюда? Чё-то как-то подозрительно. Какая-то хрень происходит. Так, ну-ка, посмотрим, сходим в банк. Да, это суда списалось. Ну, в общем, так. Значит, что получается? Получается, у меня грузовик получил повреждение. Но это колёса трутся, это нормально. Это же не ДТПшечка. Так, значит, посмотрим компанию, да? Посмотрим персонал, естественно. Так, Фрэнк. На френдзайнер. Ого, он прибыльный. Пока, конечно, не настолько прибыльный. Эко-вождение, это вообще-то скорее убытк. Да. Вот. Ну, неплохо. Он хотя бы приносит прибыль. Это здорово. Это учитывая, что мы примерно заработали 10 тысяч евро за два дня. Так. Этот вообще чувак жжёт прям 6 евро за КМ. Тысяча в день. Больше даже. Ну, это 2 евро за КМ, ну и меньше, чем полутища... Полутища, полутища, полутища евро в день. Полкило евро. Ну, ничем, ничем. Суды, конечно, списывается жестоко и страшно. Я думаю, у меня здесь штрафуют это всего лишь суда. Ох, какой видок. Ну, по-моему, учитывая, что это как-то съезд с основной дороги. И как это дорога, там грунтовка пошла, да, уже. Учитывая это, можно сказать, приехали. Кстати, здесь нет синего, синей лампочки. Она в 132, конечно, была. Может, это кабинет от 130-го. Корпус здесь от 131-го, по-моему. Кабина от 130-го, скорее всего. Вот, мой любимый 132-й. Это карьер. Прибыл. Тормозим. Так, парковку я отрабатывать не буду, чтобы экономить глаза. Время. Как физическое, реальное моё, да, так и игровое. Вот. Стейнбраг. Странно. Объект Глазго. Дорогостоящий груз. Большое расстояние. Ну, неплохо. То есть, ещё десяточку почти заработал. Ага. 100 тысяч. Кстати говоря, вне зависимости от наличия кредита, можно купить гаражик. Значит, я планирую ещё где-то 8 гаражей. Север-юг, восток-запад. Так, для севера. Мне нужна Скандинавия. Север-юг. Там и так есть, наверное, что-то. Восток. Нужно Гоуэнист. Для запада нужна Белла Фрэнс. Чё-то много чего нужно. Вот. Про Модс. Возможно. Для северо-востока Россия, для юго-востока будет какая-нибудь СНГ. Так. Ну, ладно. Ладно. Пока, я думаю, норма. Значит, погнали в путь. Так, посмотрим, что у нас тут. Это карьер, да. Это карьер. Значит, этот бульдозер, скорее всего, переместили куда-то с одного карьера на другой. Так. Значит, мне нужно где-то прерваться. Нужно найти место для отдыха. Двух часов ещё нет, но пока найду место для отдыха. Тут бы... А, это в Стейнбрех, это объект, это не город. Чёрт, как я и сам не догадался. Ладно, значит... Так, здесь мне нужны какие-нибудь заправочки с карманом для сна. Вот. Так. В общем, у меня предложение съездить в Глазго. Здесь много объектов интересных. И сервис есть, и заправка. У меня, наверное, на заправку, а потом из Глазго, там, куда-нибудь... Хотя в Стейнбрехе есть, возможно, сейчас я... С грузом, конечно, не очень удобно, но ладно, значит, сейчас... А, так, сейчас... Не то. Сейчас, 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 сейчас. Грузы. Грузы. Так, прямые перевозки. Я вот здесь. Так, ну, это вот эти вот прицепики, да, вот в Нидерланды обратно повезу. Через, 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 через Нью-Кассел. Да. Так, я... Прежде чем брать вот эту штуку в работу, я... Прервусь. Она находится в Глазго, да? Я так понимаю, это... Другая компания, или нет? Маммуты эти, они где вообще находятся? Непонятно. А что это за звездочка? Дорогостоящий груз. Мне это дают дорогостоящий груз возить. Хорошо. Хорошо. Ну что, я думаю... Я, на самом деле, не знаю. ITCC, оно в городе находится? Так, компания ITCC, она находится... Да, это не Стейнбрик, это вот, вот здесь. Вот она. Я думаю, да, вот Еврогурец, вот ITCC. Я думаю, вот этот гараж продается в зеленый, да? Мне не на что его купить, на самом деле. Ну, тут, конечно, нужно доехать до сюда. Вот через заправочку я, наверное, вот сюда. Вот эту гостиницу, тормозно. Тут сервис есть, на самом деле, но сервис мне не нужно. В заправку нужно. И вот в эту гостиницу тоже заеду. Продающийся гараж, нужно потом узнать при заезде на... Так, нет, я думаю, вот все-таки как-то ближе было бы вот тут проехать вот так. Ну, сервис мне не надо, но мне потом возвращаться. Хотя вот тут крюки, наверное, даже больше. Ладно. Погнали. Здесь просто порожняком прогнать нужно немножечко, да? Так еще нужно понять, как из карьеры уехать. Это всегда проблема для меня. Хотя я думаю, вот что, топляк мне не нужен нафиг. Но доехать до гостиницы надо. Хотя, вообще-то... Я отдохнуть, я могу и в кармане на заправке. То есть, топляк мне не нужен, да, но... С другой стороны, мне все равно... А, нет, я могу вот так колечком проехать и не еще. Так, ладно, я вот сюда прервусь на заправочке. Потом в ITCC поеду. Так. Значит, что? А, я вот тут еще разведать что-то хотел. Вот почему я сюда поставил брек. Ну, брек. Маркер. Вот. В сервисе тогда отдохну. Потом так... И пойду дальше. А, так. Тут две точки. Скорее всего, кадровое агентство и... Автосалон. Они нужны. Так. Значит, я еще хотел посмотреть, как убраться из карьера. Тут весьма забавно получается. Надо... Ну, хотя бы без груза проще убираться из карьеры, чем с грузом. Я думаю... Направо, налево. Направо, налево, направо, налево. Налево. По-моему, налево, насколько я помню. Карьер-то не типовой. А налево, налево тут забор. Да, налево. Потому что направо, вон, показывается, куда спуск. Он блестит, кстати. Вот он не должен блестеть. Красота. Кстати, сегодняшний, что он на работу видел, 133-й зилок. С автокраном. Ну, как хорошо разгоняется, кстати, глянь, а. Я надеюсь, я туда иду, куда надо, потому что вон там, вот этими желто-черными стрелками показывается въезд в карьер. Поэтому, если ехать против них, мы получим выезд из карьера. Я думаю, вторая, правая, красная... Ой, нет, вот и хрен тебе. Вторая красная лампочка, скорее всего, таблика. Черт. Интересно, а тут тормозная магистраль вообще как-нибудь есть? Как ими глубоким уходит? Так, а куда мне значится, если не сюда? Похоже, нет, тут какие-то тормоза, какие-то дисковые тормозы. Одна, погнали. Значит, эээ... В базу засунем. В базу засунем. Дело в то... А, в горку, не газуем, а в горочку едет. Нормально, какие проблемы. А вот теперь куда? Давай сделаем предположение, что... Направо. Против стрелочек. Вон там мой трактор, который я довез. Не мой, а их. Так, тут сейчас будет, насколько я помню, сильно в гору, поэтому нужно... Передачу снизить. И скорость тоже. Либо с разбега. Ну, с разбега, я думаю, мы там заглухли. Тихо-тихо-тихо. сейчас передачи узнать не понял блин понятно я заднюю включу сейчас поспеем как раз туда и ели я чё не могу выбраться из этого карьера должен мочь должен не должен типа поехали все все тут можно же нормально передачами работать ограничение скорости 48 но я не знаю зачем здесь только ограничение скорости по 48 этажа и так нормально едет подвусим с ним такой дорогой ну сейчас не мной Встали. Куда чё встали? Я к Глазгуену, там в Глазгуену с целью открыть два объекта и поспать. Ведь встречка, 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 и вот я лох. Сейчас было бы, а было. Ох. Ох. Тот ещё встал, понял, чем грозит, как минимум сбросил. Надо на каждом выезде писать, едьте по-левому. Как вот это запомнить, что нужно ехать по-левому? Это писец. А я ведь из карьеры по правой стороне шёл, мандец просто. Хорошо ещё сбавил при выезде, а то было бы в голову не избежать. Не зевать. Ох. Ох. Блин, я сказал уже не зевать. Ох. 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 Не влагать. Ох. Максималка 78, текущая 76, но уже 74, но там забавлять начинает, только я альт-тап сделал, и сразу же температура понижается на внехе. Неужели до глаз бы так далеко из Денбрика, из карьера? Ай, глаза слепаются, но уже почти прибыли, надо сказать, вон уже там и город что-то просвечивает. Ну тут особо гнать не надо. Заправляться, значит я потом заправляюсь, да, у меня еще полбока есть. Запас хода тут конечно меньше, да. И по сравнению с фрайдлайнером, у которого по-моему под 600 лошадей. Этот с места трогается тяжелее гораздо. Фрайдлайнер я вообще им зацеплял, случайно зацеплял, как он мне обычно делал в Англии, да, когда приезжал после Денбрика. Чтобы зацеплял за бойники фуру и не чё дергал, нормально. Так, ну-ка. Посмотрим, чё у нас там. Вот его пропустим. А больше никого нет. Пропускать нечего. Некого. Так, на заправку я... Сейчас. На заправку я не собирался. Или собирался, я собирался, но потом передумал. Ну и... ну я нахрен. А, к тому же там въезд-то запрещен, въезжать отсюда нужно. Сейчас бы на кирпич проехал. По-моему, мне надо прямо... Да, это во мне Ксенус тут. Ксенус Бойлин Пойнт. Тут... да, тут... Помасштабнее карты, конечно. Так хорошо, без груза. Ничего не тянем, только ничего и не получаем. Так, я хочу карту... Вз... взглянуть на карту хочу. И посмотреть. Эм... Нужно просто по правой стороне идти, и там будет сервис, два еще объекта. Нужно, кстати, включить вот эту вот штучку для отображения сообщений. Так, ну на светофоре я постою, отдохну. Все равно я спью. Да и куда торопиться. Пробочку посоздаю там за мной. Да не охутор, чтобы штрафовали. Ууу, блин, у меня удержаваясь с другой стороны. Так, скоро ли я не начну штрафовать... Через 12 минут мне начну штрафовать за нарушение режима труда и отдыха. Так, как кадровое агентство, значит у меня будет больше предложений. Угу, сюда прям можно зайти, кстати. Я все время на закрытие попадал. Так, продолжаем идти дальше. Вон там салон автомобилями. Кстати, там уже есть и парковка. Вот, и я туда сейчас. Даф. Дафами я планирую комплектовать в Францию, в Западный, Фляу. Когда куплю Гоуну Клэр. Так, и мне теперь что? Я тут по состоянию, значит... Нет, в ДТПшечка не попадал, ремонтировать нечего. Состояние... Отлично. Ну, колеса. Колеса изнашиваются, да, ну что поделаешь, ну... Скажем так, я не вижу необходимости их сейчас ремонтировать. После ДТПшечки, да, там съезжу в ремонт. Чем-то самое ужасное отремонтировать, кстати... Ну, не знаю, сейчас нет необходимости. Че тут, ну, 2% повреждения, ну... Блин, это ж... Так, я сейчас жуткую вещь сделаю, припаркуюсь в узелок. Рядом с новенькими дафами. Вот, и... Прервусь, значит, сам. На отдых, здесь. Хорошо, как встал. Да? Ну, тут такой парктроник, интегрированный в этот... Я помню, у меня сосед на узелке катался, он кирпичев откладывал под Элису. Себя... Себя становлялась на... 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 На кирпиче. Кирпич-то как бы... На пригорке остановлялась. Это дворик такой у нас был. Вот, он кирпич все время подставлял в него, чтобы... Не уехал и все это хрень без него. Куда не надо. Так, ну, гадаю. Вот, я тоже так сейчас сделаю. Это было прикольно. На ручнике. Ну что, все, да? Красивые пейзажики здесь. Все... Все как надо. Ладно, глушимся. Здесь, конечно, спать не очень долго. Здесь ничего не скажу. Это вам... Лик Фрейд Ванер, Карана, да. Это Зил. О, камера, кстати, интересная. Можно... Ха-ха-ха-ха. Если сильно вверх вести, то можно... Сами понимаете, куда попасть. Пупырышки... Пупырышки, конечно, реалистичные. Можно попасть назад. Но, ладно, как-то интересно все так получается. Все, вот, блин, мудак ружье сюда поставил обрез. Ладно. Все, отбой. так третий рабочий день начнется здесь доход от фрэнка еще доход от филиппа давайте посмотрим это все вот так вот в разрезе компании у нас здесь уже 104 пока я дрых 3000 3000 кто-то три тысячи кто-то прибавил так ну что так значит сейчас значит тут уже 1000 прошел на этом на этой тачке прибыль у меня шикарно да мне нравится фрэнк 651 евро в день на тачке которая пришла 11000 с лишним так и филипп на тачке уже прошло 2000 больше меня прочесал прикиньте он больше меня прошел с другой стороны пока я на пароме там отдыхал на узкание пробег больше чем узелка хорошо так значит они оба в рейсе этот везет джагби понятия не имею что это а ты чё-то спешила фрэнкания а это рис неплохо так еще хочу что гаражик смотреть у меня один продуктивность примерно приближается к требуемой значит обслуживание автопарк так доходы ну что между ну доходы прибыль не так неплохо да да выплаты водителем 56 тысячи евро выплату это конечно интересно если бы не платить то я бы больше заработал так наверное каждый руководитель думает ну что ладно я думаю на этом все в следующей серии поедем обратно в нидерланды на пароме ну и это будет третий и четвертый риса я думаю что всем пока